Здравствуйте, дорогие друзья! Самым известным и ярким представителем лейтенантской прозы является Григорий Яковлевич Бакланов, настоящая фамилия Фридман. Родился он 11 сентября 1923 года. В 1940 году по окончании 9 класса он поступил в Воронежский авиационный техникум, одновременно подрабатывал клепальщиком на авиационном заводе. Сразу после начала Великой Отечественной войны он вместе со своим закадычным другом Димкой Мансуровым побежали в военкомат записываться на фронт, но подростков оттуда прогнали. Вспоминая о том, как ему все-таки удалось попасть на фронт, Григорий Яковлевич писал «Мой путь на войну начался в декабре 1941 года на станции Верещагина Кировской области. Сюда отвели с фронта разбитый в боях и вышедший из окружения 387-й артиллерийский полк, и здесь набирали его новый состав и вооружение – пушки с завода в Мотовилихе. До сих пор поражаюсь, как меня пропустили в штаб полка в гражданском пальто сильно худого. Там был командир полка майор Миронов и приехавший из Москвы подполковник. Я попросил, чтобы меня взяли в полк, и этот подполковник в полушубке, сидевший нога на ногу, сказал майору, не оборачиваясь в мою сторону, «На что он тебе нужен? Мы тебе таких мужиков пришлем, которые еще паровозного крика не слыхали». Майор Миронов спросил, знаю ли я Буссоль? Я не знал. Устройство телефонного аппарата? Я тоже не знал. И, понимая, что меня не возьмут, дотронулся рукой до письменного стола, за которым он сидел. И сказал, товарищ майор, у меня старший брат убит на фронте, возьмите меня. И майор сказал подполковнику, человек – это такой материал, из которого можно сделать все, что угодно, если он сам этого захочет. И я эти слова всю жизнь помню. Вроде ничего в них особенного, но они решили мою судьбу. Уже в августе 1943 года, после ускоренного 8-месячного курса обучения, его вместе с другими курсантами вернули на фронт. Спустя годы Григорий Яковлевич воскресил дни, проведенные тогда в 1943 году на Третьем Украинском фронте в самых пронзительных строках своей повести на веки 19-летней. Он посвятит ее всем, кто не вернулся с войны, в том числе своему погибшему школьному товарищу, танкисту Диме Мансурову в 19-ти лет. Несколько дней на этом участке велись вялые бои. Неубранное поле пшеницы между немецкими и нашими окопами все больше осыпалось от разрывов, черные воронки пятнили его. Ночами по хлебам ползала разведка, к немцам наша, к нам немецкая. И подымалась вдруг сплошная стрельба, начинали скакать ракеты, светящиеся пулеметные трассы всекли по полю, осадисто и звонко ударяли минометы. И кого-то волокли по траншеи в общий счет безымянных жертв войны, а он чертил по земле каблуками сапог, пожелтил ими пальцами уроненной руки. В жаркий полдень вспыхнуло от снаряда хлебное поле. Вихревой смерч взметнулся, огонь погнала ветром, перебросила через окопы, и по всей передовой и на высотке, где с разведчиком и телефонистом сидел Третьяков на наблюдательном пункте, сменив командира батареи, осталась выжженная до корней трав, земля, прах и пепел. Жирный чад горелого зерна пропитал все насквозь, и воздух, и еду, и одежду. Когда, обойдя свой круг над многими полями сражений, в дым и пыль садилась в тылу у немцев, отяжелелое солнце, и под пеплом облаков остывал бобровый закат, в небе уже высоко стоял месяц. Он наливался светом, холодно блистал над черной землей. При зеленом его свете, глядя на свои руки, в которых насквозь въелась гарь, черной каймой окружала обломанные ногти, вспоминал иногда Третьяков, какие они отмытые были у него на болоте под старой русой, кожа сморщенная, отмягшая, как после стирки, а станет переобуваться, чтоб хоть в голенище сапога подсушить край портянки, нога из нее, как неживая, как из воды нога утопленника. Сколько сидели они тогда посреди болота на крохотном островке между нашим и немецким передним краем, огня не разводили ни разу, и все на них было сырое. А весна затяжная стояла в том сорок втором году, холодная. На майские праздники повалил вдруг снег, крупными хлопьями при солнце понеслась косая метель, зарябила над хмурой водой, весь их островок стал белым, потом еще зеленей заблестила вытаившая из-под снега трава. И не забыть, как в среди ночи подскочил он от свистящего шепота. «Немцы!» Вышний ветер растянул облака, с вечера обложившие небо. Вода смутно блистала. Весь сотрясаемый ознобной дрожью, зубом на зуб не попадая с просонья, больше всего в свои семнадцать лет, боясь, что его еще за трусы сочтут, Третьяков вглядывался из бруствера и ничего не мог разглядеть. Только от напряжения, от холода слезы текли из глаз. Вдруг от кустов, неслышно, откачнулась волна, еще одна, и пошли по воде, укачивая на себе лунный свет. Тень за тенью, без всплеска, из куста в куст четверо. Только волна возникала и отделялась. Там, в кустах, всех четверых положили из карабина. И по молодой своей глупости полез он поглядеть на немцев. Какие они? Что-то в самом себе хотел выяснить. Полез и едва не погиб. Один из разведчиков оказался живой еще. На себе Третьяков притащил его, и когда перевязывал уже слабевшего, покрывавшегося смертной испариной, с удивлением не находил в себе ни злобы к нему, ни ненависти. Хоть только немец этот только что в него стрелял. Он до сих пор так и не выяснил для себя многого. Но война шла уже третий год. И что непонятно стало, привычно и просто. По своим законам текло время на войне. Что было давно, иногда приблизится ясно, словно это вчерашнее. А самое долгое, самое нескончаемое то, что происходит сейчас. Казалось, он уже полжизни сидит на этой выгоревшей высотке, втянувшись в привычное фронтовое состояние, когда спал, не спал, в любой час и спать готов, и подхватиться под тревоги. И многое он уже знал про своих бойцов, сидевших вместе с ним. Младший, Обухов, рыжеватый и чернобровый, весь по смуглому лицу, осыпанный коричневыми пятнами веснушек, свои неполные восемнадцать лет воевал охотно. Все он подсмеивался над связистом Суяровым, который больше, чем вдвое, был старше его. «Ты расскажи, расскажи лейтенанту, за что тебе срок впаяли?» И сам же начинал рассказывать, светя синегатыми белками глаз. Ему водку на нюх подносить нельзя. Он весь проспиртованный. Грамм выпьет, за себя не отвечает. «Сколько ты лет получил до войны?» Суяров пригнетенно отмалчивался. Было что-то ненадежное в нем, его улыбки, применательно искательной, обнажившей черные от табака зубы. Но чаще он только мигал, когда разговор шел про него и сосредоточенно сосал мокрую сосанную цигарку, до синевы напиваясь табачным дымом. И почему-то неприятно было смотреть, как у него сам по себе вздрагивает, копошится обрубок безымянного пальца. Когда уже обжились и на слух начали различать, откуда какая стреляет немецкая батарея, пришел приказ смотать связь, срочно возвращаться на огневые позиции. Сорвали плащ-палатку, заменявшую вход, насквих переворошили, сено на нарах, оглянулся Третьяков напоследок, и так вдруг жаль стала кидать эту тесненькую их землянку, словно в ней что-то от души отрывал. На фронте всегда так, место, где с тобой ничего не случилось, кажется уже особенно надежным. Под высокой луной, светившей ярко, они ползли по обгорелой земле, сматывали провод. Немец постреливал беспокойно, одну за другой швырял ракету. Когда ты весь на виду на голой земле распят, стрельба кажется ближе, и каждая ракета над тобой зависает. Вспомнишь, тут как о копе хорошо было сидеть, как безопасно. За обратным скатом высоты, в низине пошли в полный рост. Здесь, в сыром лагу, трава была высокая, вся в рассе, и Третьяков мыл об нее руки, умылся на ходу, отчего-то даже рассмеявшись. Он так свыкся с запахом гари, что перестал его замечать, а тут, на свежем воздухе, почувствовал, как он весь прокопчен насквозь. Нагруженные катушками провода, лопатой, стереотрубу, все имущество и оружие, неся на себе, они догнали батарею на марше. В сплошной пыли, поднятой ногами и колесами, двигались массы пехоты, перемещаясь вдоль фронта. Когда по траншеям, по окопам, по ямкам сидят проедевшие роты, кажется, и нет никого, и вроде бы воевать некому. Но когда вот так вывалит войско на дорогу, и конец его, и начало, все теряется в пыли, многолюдна Россия. Ведь третий год идет война, вновь по тем самым местам, где в сорок первом году столько осталось зарытых и незарытых. Голубой луч прожектора беззвучно стриг к вышине, падал от свет, в нем гуще клубилась пыль над людьми, колыхалась пыли, горбатая от ноши пехота. И возникала на миг. Высокий на голову, выше всех пехотинец, белый на свету пилотки, прижал в груди плоский котелок, хлебает из него на ходу. Блеснула смазкой вороненое длинное противотанковое ружье на плече у бронебойщика, с куласта его лицо, узкие щелочки глаз. Луч сместился, и в темноте, задушив все запахи керосиновой вонью, промчались танки, облепленные по броне пехотинцами. Когда опять упал на грейдер от свет прожектора, среди пехоты, втекавшей в рубчатый след танков, увидели впереди свою батарею. Медленно двигались тяжелые зачехленные орудия. Перегрузив на них лишнюю ношу с плеч, пошли налегке. Рассвет встретили в лесу. Где-то позади еще тянулись пушки, а его взвод управления, за ночь уйдя вперед, спал на земле. Прохладно грело осеннее солнце, а павшая листва была мокрая от ледяной росы. Сняв сапоги, расстелив на солнце портянки, третяков задремал, сидя, босые ступни его пригревало в затишке. Густосинее небо над головой, желтые, шелестящие на ветру вершины деревьев плывут, плывут навстречу белым облакам. Он засыпал, просыпался. Пахло в лесу осенью, костром, вокруг костра спал его взвод. Над огнем, горевшим без дыма, закопченное ведро. Боец помешивает в нем, пробует с ложки над паром. За неделю, что он в полку, третяков еще не всех запомнил в своем взводе, но этого бойца он узнал. Плоское лицо масляно блестит от близкого жара, глаза сожмурены. Кытин. Фамилия сама выскочила. Кытин. Огонь лизал сальное дымящееся ведро. Попробовав с ложки еще раз, Кытин засомневался, подумал, досолил и помешал. Гуще повалил из ведра мясной пар, захотелось есть. Ты чего варишь, Кытин? Тот обернулся. Проснулись, товарищ лейтенант? Варишь, говорю, кого? Добегала тут о четырех ногах с рожками. А как оно разговаривало? У Кытина глаза сошлись в челочке. Бэээээээ, проблеил он. Давайте портянки к огню, товарищ лейтенант, теплыми наденете. Они на солнце просохли. Размяв портянки в черных от копоти пальцах, Третьяков обулся, встал. По всему лесу, поваленная усталостью, спала пехота. Еще подтягивались отставшие, брели, как во сне, завидев своих, сразу же валились на землю. И от одного бойца к другому бегала медсестра с сумкой на боку, смахивала слезы со щек. Один градусник был, и тот украли, пожаловалась она Третьякову, незнакомому лейтенанту. А больше и пожаловаться было некому. Немолодая, лет тридцати, кому нужен ее градусник? Воровать. Разбился или потерялся? А она ищет. И плачет от того, что сил нет. Этот пеший ночной марш она проделывала со всеми. Солдаты спят, а она еще ходит от одного к другому, будет сонных, заставляет разуваться, чем-то смазывает потертые ноги, чем-то присыпает. Мозоль хоть и не пуля, а с ног валит. Вот кого Третьякову всегда жаль на войне. Женщин, особенно таких, некрасивых, надорванных. Этим и война тяжелее. Продолжение следует...